Здесь учат вышивать даже на картоне по специальной технологии. Ты должна сделать дырку через дырку, чтобы высунуть иголку и сделать еще раз так же. Видите, то есть не хаотичная, а в определенной системе. То есть определенные правила надо соблюдать. В 127-м детском саду таких обучающих методик очень много. Развивающей, подготовка к школе, думать о реорганизации педагогам некогда. Меж тем в этом году 127-й детский сад объединят со 108-м. Трудно к этому, наверное, привыкнуть как-то. Мы даже не представляем, как это все будет. Но мы познакомимся. Конечно. Будем дружно жить. Новую семью обретут 14 детских садов города. Итого получится 7 объединенных дошкольных учреждений. В них будет больше детей, значит денег тоже будет больше. Это так называемое нормативно-подушевое финансирование. Результат – реформ в сфере образования. Но никому никуда переезжать не потребуется. Многие сады получат дополнительные возможности. Как, например, 108-й. Его воспитанники смогут пользоваться бассейном 127-го сада. И не только. Занятия физкультурные проводить на базе нашего физкультурного зала. Потому что там сад небольшой, у них дополнительных помещений нет. У нас есть, в общем-то, комната игротерапии. Сильный психолог. Она занимается у нас и песочной терапией, и арт-терапией. Вот, занимается дополнительно с родителями и с детьми. Вот, какие-то семейные проблемы решают. Объединение садов детям не повредит, подчеркивают в управлении образования. Как и то, что сокращать количество групп будут только по мере необходимости. Речь идет о специальных группах, например, оздоровительных. Их могут перепрофилировать в обычные, при условии отсутствия спроса. Оптимизация коснется административного персонала. К примеру, вместо двух бухгалтеров останется один. В цели сохранения, прежде всего, педагогического состава, мы обращаем внимание на то, что где-то можно провести некую реорганизацию. То есть, соединить несколько учреждений. Но это в основном коснется в этом случае какие-то сокращения административно-управленческого персонала. В том случае, если сокращается педагог-специалист, мы предлагаем все вакансии, имеющиеся в сфере, в том числе по должности воспитателя. Вместе с административным персоналом под сокращение может попасть часть логопедов, инструкторов по физкультуре, музыкальных работников. Всего 58 человек. Это 2,7% от общей численности сотрудников дошкольных учреждений города. Как отмечают в управлении образования, о масштабных сокращениях речи нет. А оптимизация в каждом детском саду проходит по индивидуальной схеме, чтобы детям не навредить и кадровый резерв по возможности сохранить.